Итак, дорогие друзья, у нас с вами самый день, вот мы подступили к Йом-Кипуру. В начале творения сказано, что было и был вечер, и было утро день один. Почему не сказано день первый, или, как говорится, второй, третий? Тура намекает на один день в году, когда Всевышний открывается миру, как Бог единый. Да, это Йом-Кипур, говорят мудрецы. В нем проявляется единственная духовная гомогармония мира. И не случайно в этот день был сотворен свет. В Йом-Кипур написано, что человек может достичь глубины своей души, открыть нам этот свет спрятанный. Ведь сказано, что свет тут, здесь, на земле. Вот что-то вот это светлое в нас открывается именно в этот вот замечательный день. День, как бы написано, что в Каббале, что мы подобны ангелам в этот день. Не будем разбирать это, но очень много появляется подобий. Йом-Кипур завершает 40-дневный период духовного очищения. Первым были 30 дней луна, затем 10 дней раскальни. В этот день в Йом-Кипур мы поднимаемся на такую высоту, становимся как ангелы, которые отделены от всего материального. Именно поэтому связано то, что мы не принимаем с вами пищи, не пьем, ходим не в кожаные обуви, избегаем спружеской близости, делаем какие-то еще такие вещи. В этот день пришло спасение. В этот мир, в этот день пришло мир спасения. Написано Тора Вечно. В этот день родилось большое настоящее спасение. И вот в этой вечности Торы, погрузившись в нее, мы попадаем каждый раз по спирали годом, возвращаемся в этот день. В этот день просыпается энергия вот эта. Энергия невероятная, энергия прощения сверху, энергия любви, материальные, духовные, финансовые проблемы. Все может быть решено в этот день. Как бы надо только правильно на него настроиться, открыть сердце. Ведь нам могут дать в этот день все, но дать человеку можно только то, сколько в него вмещается. Нам кажется, что ты давай, а мы вместе. Не так это. Небо не так рассуждает. Ты сначала создаешь сосуд, а потом тебе в него будут наливать. Вот последний, десятый уровень святости, из проявленных, есть десять уровней всего у нас на земле. Десятый уровень святости появляется именно в Йом-Кипуру. А когда и первый священник был день, тогда и самый святой человек поднимался в святую святую храма, представал там перед Всевышним, являясь посланником всей общины. И вот написано, что в эти десять дней каждый человек, в общем-то, и особенно идя по ступенькам и подойдя к Йом-Кипуру, в последний десятый день человек может войти в святая святых в своей души и открыть там вот эту вот искорку, о которой мы начали урок. Пинт-элыд, да, вот эта искорка. И он заслуживает не только прощения, которое мы ищем, но и правильный путь, его подтолкнет небо немножко к правильному пути. Есть короткая история, я ее сейчас быстренько расскажу. Однажды, по-моему, это Элимелих из Лиженска, ну, извините, моего про имя неправильно, он послал своего хасида, который сказал, я хочу понять, что такое копород, который мы делаем, что такое правильное копород. И вот он ему говорит, копород, я тебе скажу, это очень легко. Я отправил его в какое-то место, вот тот пришел к человеку, и тот все смотрит, обычная семья такая, ну, религиозная. Две тетрадки, когда пришло время копород, он говорит, жене, принеси мне тетрадки две. Она приносит одну тетрадку. Там написано, в этом году я вот это сделал не так, то сделал не так. К сожалению, я там когда-то не повалился вовремя. Перечисляется все, что он сделал год. И начинает человек плакать, он кажется, он говорит, боже, ну, пойми, ну, такая ситуация, да, я виноват, я не допущу этого в следующем году, поверь мне, и так далее. Все, потом закончил, все положил. Дает вторую тетрадку, дай мне. Открывает, там написано, там, 6 января меня там напали грабители и ограбили. Там, 34-го меня вызвал пан, там, побил, там, и там, это у меня произошло, вот это там. И потом он сложил, начал тетрадками крутить, а потом в конце говорит Богу. Дорогой отец, конечно, я поступал в этом году не так, как положено, и, конечно, я мог лучше. Ты же тоже меня не сильно щадил в этом году, вот видишь, было так и так. Знаешь что, давай сделаем так. В Йом-Типур надо всем прощать. Вот я прощаю тебе все, что со мной было не так, а ты прости меня, пожалуйста. Я в следующем году честное слово даю, что я буду лучше. И он посмотрел на это, говорит, улыбался и смотрел, видел такой от души идущий копород. Это то, какой настрой должен быть в этой системе. Каждый человек должен сделать копород, курицей, петухом или деньгами, кому-то удобнее. Я много лет делал курицей, потом много лет делаю деньгами. Но здесь не самое важное место. Что важно? Важно то, что подобное можно сказать и про нас. Конечно, Всевышний грешили пред тобой. Многое из того, что ты нас обязал, мы не выполнили. Иногда по незнанию, иногда по нежеланию. Было, было. Нередко по отношению к близким, знакомым бы тоже нарушали твои законы. Было, было. С другой стороны, прошедший год был для нас не на высоте. И не таким, как хотелось бы, по крайней мере. Сколько было разочарований, боли, болезней и там-то. Давай простим, Боже, друг друга. Дай нам хороший, радостный, счастливый год. А мы со своей стороны сделаем все, чтобы исправиться. Гмархатьва тава. Я уверен, что сегодняшний день у всех будет замечательная печать, хотя бы потому, что мы слушаем эти уроки и, значит, приближаемся к Всевышнему. Брахава отслыхал.